В Люберцах подвели итоги летнего футбольного сезона 2022. В картиной галереи наградили лучшие детские команды, а также отметили отличившихся игроков. С некоторыми из них познакомились мои коллеги. Футбольный сезон стартовал в Люберцах 11 мая. Последняя игра состоялась в октябре. За это время забито 1200 голов. Проведено более 200 матчей. В первенстве среди детских и юношеских команд приняло участие рекордное количество спортсменов. Порядка 33 команд. Это 11 спортивных клубов, учреждений из Люберец и команды из Держинки. Результаты прекрасные. Дети очень довольны. Очень большой массовый турнир мы провели. Команды, принимающие участие в летнем первенстве, разделили на 4 возрастные категории. В каждой определили сильнейшие. Победители среди спортсменов 2011 года рождения – воспитанники клуба «Звезда». Представителя этой же команды Кирилла Петрова признали лучшим игроком и лучшим бомбардиром. На его счету 28 забитых мячей за этот сезон. Я хочу добиться, наверное, выйти на мировой уровень и играть за свою сборную, за сборную России. Хочу научиться всегда преодолевать себя. И я считаю это очень важно. Заслуженную награду специальный приз получила единственная девочка, которая принимала участие в летнем первенстве. Екатерина Пивоварова занимается в футбольной школе «Спартак» уже 5 лет. Главное – это в себя поверить. Прям поверить и идти вперед в своей мечте. Стать самой лучшей футболистой в мире. Летний футбольный сезон завершен, но это не значит, что спортсмены прекратят заниматься любимым делом. Зимой их ждут товарищеские матчи, первенства на снегу и соревнования по мини-футболу. Луиза Ики Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.